Меня зовут Алексей, и у меня для вас сегодня очень противоречивая тема. Но прежде чем приступить к ней, я хочу, чтобы каждый из вас вспомнил то время, когда вы были ребенком, когда вы в детстве гуляли во дворе, гоняли голубей, катались на велосипеде, когда мама звала «Сережа! Домой!» Все вспомнили? С кем в то время вам больше нравилось общаться? С младшими следственниками, которые еще были, в которых нечему было интересно поучиться, или с более старшими, которые где-то там кто-то уже покурил, и нужно было интересно спросить, а как же это, а как же это, или кто-то там девочку пригласил в свидание. Вспомнили, да? Все же хотели со старшими общаться. Все старшие были взрослее, интереснее, у них было к чему поучиться. Почему я вас это спрашиваю? Потому что вот этот опыт, он не только у нас в Агрегу, но еще и в армии. Дедовщина. Мы все привыкли слышать о дедовщине как о чем-то отрицательном. Но каждая монета имеет две стороны – положительную и отрицательную. Кто-нибудь может из вас сходу назвать 10 причин, почему дедовщина – это плохо? Вот кто-нибудь, вот кто-нибудь. Вот кто-нибудь. Давай попробую. Рома, выиграл их. Тебя бьют, унижатывают достоинства, отбирают личные вещи. Дедовщина – это как раз она позволяет передать те знания от младшего поколения к старшему поколению, которые не могут зафиксировать в уставах, формальных приказах, поручениях и так далее. Ребят, я хочу вам представить Юрия. Он с первого куста расскажет о том, как эта ледовщина и чем он ему начинал. Всем привет, друзья, когда я служил. Я когда попал в армию, я был очень таким слабеньким физическим и духом, так как типичный маленький ребенок. Я был очень недисциплинирован, даже кровать за собой не убирал. Но после того, как я попал в армию, меня намутили за два дня, потому что за 18 лет меня намутили, не дали мне родители. Я стал физическим сильным, поэтому дедовщины бояться не нужно. Я все это прошу, и меня даже ни разу не били. Поэтому дедовщина, бояться не надо, это опыт. После армии я вышел абсолютно другим, физическим сильным, дисциплинированным. Армии много мне дало. Дедовщина тоже. Спасибо. Спасибо, Юрия. Но я думаю, вы услышали только одну сторону медали, и там интересно послушать, а как же это с другой стороны. Оксана, как председатель комитета матерей, расскажет вам, как вам это. Как вы уже услышали, дедовщина, в большинстве считается, что это плохо. Вот в среде слышали, дедовщина плохо, дедовщина плохо. Но посмотрите, из армии выходят, что все покалеченные. Вы видели, сколько у вас вышло людей из армии покалеченных? Есть сколько новых? Не у кого они уже покалеченные. Так что это преувеличение. 99% людей после армии выходят, и они говорят, да, я в армии получил много хорошего. Теперь я стал дисциплинированной. Теперь я знаю, что мне нужно жить в жизни. Я знаю, как поставить церковь, как ее добиться. То есть дедовщина, в целом, это очень. Ну, я бы не сказала, что это очень хорошо, но это не настолько плохо, как у нас пытаются выставить. И стоит в следующий раз задуматься, возможно, это действительно тот метод, который некоторые головы, которым некоторые головы стоит принести. Потому что знание – это сила, как нам сказал я ранее, Алексей, что мы должны быть дисциплинированы, чтобы добиться жизни многого. В общем, все. Ребята, знание – это сила, иногда – буквально. Спасибо.